Ну вот это афиша спектакля «Забор». Ну а если власть не обратит внимание на ситуацию с театром, то может быть это будет вообще последний спектакль в истории театра Антона Чехова. Первый в современной России негосударственный театр, театр Антона Чехова в Москве, на грани банкротства. В декабре здесь сыграют еще два спектакля, после чего приостановят деятельность. Психологическое состояние такое, что даже читать пьесы сложно на будущее, потому что будущее в тумане. Будущее в тумане вообще театр, а в случае с нашим театром вообще существование театра под огромным вопросом. С октября актерская труппа играла себе в убыток. Сказались и перенесенные свистные спектакли из-за первой волны пандемии, и ограничения в 25% от заполняемости зала. «У нас закончились деньги, зарабатывать нам не дают», написала в фейсбуке директор театра Антона Чехова Ирина Григорьева после слушаний в общественной палате. Там она и заявила о грядущей приостановке работы театра. «Мы не можем даже эти 25% продать, учитывая, что еще часть переноса, часть людей, которые свистны, они ответственность себя перекладывают на нас. Сейчас мы закрываем театр, и люди остаются без куска хлеба и без средств к существованию по нашей вине». «У большей части персонала театра оплата сдельная. Нет спектаклей, нет денег. Власти страны сделают все возможное, чтобы учреждения культуры не закрывались из-за коронавируса», заявлял в конце октября президент России Владимир Путин. Впрочем, от властей театр Антона Чехова с начала пандемии не получил ни копейки помощи. Юридический театр оформлен как некоммерческая организация. Такая форма регистрации оставила театр вне господдержки. Накопились миллионные долги за аренду офиса и зала. Она осталась неизменной, а своей сцены у театра нет. «Никто не отрицает опасность коронавируса», рассказывает Ирина Григорьева. «Но ограничение в 25% хуже закрытия. Заработать театр не может. Претендовать на поддержку ей не приходится. Вас же, мол, не закрыли? Работайте». «Ответственность должна быть не перед нами, не перед юридическим лицом, а перед людьми, которые граждане этой страны. Они также точно платят налоги, как и работники госструктур». «Когда мы говорим о том, что у нас в почете государственники, например, то, с моей точки зрения, государственники – это те, кто государство содержит, а не те, кто распределяет деньги». «Закройте театры, закройте, раз это опасно. Заплатите людям зарплаты, чтобы люди могли жить. Пожалуйста, мы же не против, мы же не говорим, что нет, вы все выдумываете, никакой заразы нет. Есть. А как мы должны жить? Гостеатрам помогают. Они стали меньше, у них нет небюджетных средств, меньше продаются билеты. Но у них люди не голодают». В театре Антона Чехова подчеркивают, что за всю свою историю никогда не обращались за поддержкой к властям. Но пандемия – это форс-мажорные обстоятельства. В театре уверены, что справятся с долгами. Когда полноценно вернутся к работе? Пережить бы пандемию. Исключения для частных культурных организаций очень даже случаются. На новогодние ледовые шоу Татьяны Навки Минкульт выделил 30 миллионов рублей, сообщало издание sports.ru.